Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Мир в сердце, разуме, с Духом Святым. А это возможно сегодня, в наш век, иметь мир в сердце, разуме. Когда вокруг происходит столько плохого, возможно, друзья. Но этот мир начинается не с того, что происходит вокруг, а с Духа Святого. Наш мир внутри нас начинается не с внешних факторов, а с мира с Богом внутри нас. Внешние факторы изменчивы и непостоянны, а Дух Святой внутри нас постоянен, и мир Божий внутри нас настолько силен, что может сохранить нас в мире и с Богом. Мир Божий в сердце, разуме, с Духом Святым – это нормальное состояние верующего человека сегодня. Тут важно понять и принять. Мир – это не временное состояние, которое мы берем на час, два или на время молитвы. Мир Божий – это нормальное состояние современного верующего, и иногда, под воздействием каких-либо обстоятельств, он теряется. С чем можно справиться? Это первая статья на тему мира с Богом. Я также рассматриваю, как иметь мир в доме, в семье, служении, на работе и так далее. Я все детально расскажу, как можно иметь мир в наше современное время. Некоторые ошибки и как их устранить, как в нашем разуме, душе, так и в семье. Задавайте вопросы Богу, молитесь, следите за каналом, чтобы до конца разобраться на эту тему, подписывайтесь. Сердце, разум и душа. Я начал писать на эту тему и хотел написать про мир в разуме, сердце и душе. Но Дух Святой повел иначе, и я разбил на две темы. Первая – это мир в сердце и разуме. Вторая – это мир в душе. Почему? Мы знаем, что бывают такие случаи, когда вроде бы ничего не происходит. Разум, мысли чисты, а в душе непорядок. А бывает, что в душе хорошо. Разум, мысли не дают уснуть. Сердце и разум, и мысли. И наша душа – это две различные вещи, которые могут влиять друг на друга и, конечно, взаимосвязаны. Я видел рекламу, когда предлагают успокоительные таблетки для души, но чтобы четкость мысли не терялась. Так вот, сейчас мы поговорим о сердце и мыслях, и разуме. А в следующей статье о мире в душе. Сначала мир Божий приходит в наше сердце. Начнем с ошибок. Ошибка первая – неправильное мнение. Сначала мир, порядок будет в семье, государстве, а потом и я успокоюсь. Решение – сначала мир Божий приходит в наше сердце, разум. И этот мир не зависит от того, что происходит вокруг. Сначала внутри нас, при помощи Бога, а потом и вокруг. Ошибка вторая – мир Божий приходит сразу в мысли и душу, чувства, эмоции. Решение – сначала мир приходит в мысли, сердце, потом это приходит и наполняет душу, чувства, эмоции. Ошибка третья – мнение, что если мир Божий приходит, то приходит сразу на все – и душу, и семью, и страну. Решение – мир Божий в нашей семье, работе, служении начинается с нас лично. Когда мы обладеем и научимся сохранять этот мир, тогда мир Божий через нас наполнит и нашу семью, служение, работу и т.д. После, через определенные наши усилия, мир будет распространяться через нас. Например, это как Евангелие и спасение. Редко спасается сразу вся семья. Сначала спасается один человек, после благая вес распространяется на всех окружающих, через нас. Ошибка четвертая – мир будет всегда, и что бы я ни делал, этот мир будет всегда со мной. Решение – мир нужно сохранять, и мир, и в сердце, и разуме, необходимо поддерживать, хранить. Как потерять мир в сердце и разуме? Потерять мир можно быстро и легко. Стоит только допустить мысли и информацию в разум, начать ее обдумывать, размышлять, и ваше сердце наполнится страхом, неверием, и понадобится много времени, чтобы это исправить. Лучше заниматься профилактикой, чем лечиться, правильно? Лучше каждый день чистить зубы, чем в 30 лет потерять все зубы, и все равно ухаживать за протезами. Мир в сердце, разуме, с Духом Святым Мир Божий в сердце, разуме, с Духом Святым – это нормальное состояние верующего человека сегодня. Тут важно понять и принять. Мир – это не временное состояние, которое мы берем на час-два или на время молитвы. Мир Божий – это нормальное состояние современного верующего. И иногда, под воздействием каких-либо обстоятельств, он теряется. С чем можно справиться? Начало мира – праведность пред Богом. Мир Божий всегда, всегда, друзья, начинается с миром с Богом. То есть, праведность наша пред Богом. Когда мы пришли к Богу с искренней молитвой покаяния и верой в Иисуса Христа, Бог принял нас, очистил от грехов и оправдал нас в Своих глазах. Он дал нам Свою праведность. Он исполнил нас Духом Святым и считает теперь нас Своими детьми. Он нас видит праведными, чистыми и Своими детьми. Теперь нам, чтобы быть перед Богом праведными, освящаться, не нужно сравнивать себя, свою жизнь с законом и десятью заповедями и остальными. Единственное оправдание пред Богом – это покаяние и вера в Иисуса Христа. Теперь мы живем не десятью заповедями, а послушанием Духу Святому. Сейчас наша цель – не изучать закон, а полностью уделять свое внимание на Духа Святого, что Он нам говорит. И наше оправдание – это вера в Иисуса Христа, и наше осуждение – это послушание и непослушание Духу Господнему. Друзья, если вы давно пришли к Богу, а в вашем разуме нет оправдания, а есть самоосуждение, начните благодарить Бога за спасение вас и за то, что Бог принял вас, дал вам дар своей праведности, свою одежду праведности. Просто начните благодарить Его каждый день в молитве. Помните, написано в послании Римлянам 10 глава, стихи с 10 по 12. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различий между Иудеем и Элином, «Потому что один Господь у всех, богатый для всех и призывающих Его». Послание Римлянам 10 глава, стихи с 10 по 12. «Мир приходит сначала от осознания нашими мыслями в том, что мы праведны пред Богом по вере. Невозможно прийти миру через оправдание перед Богом за дела». Благодарим Бога. Друзья, нам нужно благодарить Бога за то, что Он нам сделал, и каждый день. Когда мы благодарим Его, то и наша вера возрастает. Это так. Но есть одно но. Мы все великие служители, я понимаю. Но когда вы молите за себя, говорите в молитве «Я», «Меня». Если дал праведность, то мне дал праведность. Когда молитесь вместе с братьями и сестрами, конечно, говорите нам. А когда дома, и про себя не забывайте. Это тоже сильно влияет на вашу веру. Благодарите Бога, что Он дал вам свою праведность каждый день вслух в молитве. Бог хочет дать нам мир, сердце и разум. Бог хочет дать нам мир, сердце и разум, и общаться с нами Духом Святым. Откроем послание Павла Церкви в Филиппах, главу 4, стихи 6 по 8. Открывать, говорить Ему все. Давайте посмотрим, что говорит Бог. Что делать нам? А это открывать. Говорить Ему все, о чем думаем. Что хотим сделать, что переживаем. Все, что произошло у нас, делиться вместе с Ним. Это наше. Павел не сказал думать, размышлять, а сказал открывать, говорить Богу. Все рассказывать Богу и поблагодарить, сказать Ему спасибо. За что благодарить? Когда начнете, попросите Духа Святого, чтобы Он показал вам или сказал о чем. Дух Святой поведет в молитве. Мы говорим, открываем. Мир Божий сохраняет. Две стороны. Мы и мир Божий. Каждый делает свое действие. Мир сердца. Разуме с Духом Святым. Как сохранить? Мир нам нужно обязательно сохранять. Есть три большие ловушки сатаны, которые он нас ловит. Первое. Это мы размышляем, усиленно размышляем, но не говорим Богу решение. Сразу расскажите все Богу. Не медлите. Чем дальше, тем труднее будет молиться. Вторая ошибка. Продолжаем размышлять над проблемой. Решение. После молитвы, конечно, сделайте шаг в ситуацию и главное смотрите, что делает Бог. Шаг и смотреть. Смотрите на дела Бога именно в этой ситуации. И в конце обязательно поблагодарите Его. Информация, которая нас выводит из равновесия. Третья ошибка и самая распространенная. Почему распространенная? Потому что она кажется хорошей. И потому мы ее допускаем. Это принимаем различную информацию. Даже ту, которая раздражает нас. Друзья, та информация, которая нас выводит из равновесия и раздражает нас, это уже не по нашей вере. Например, вы смотрите телевизор, какую-то передачу, начинаете нервничать. Отключите, переключите. Это не ваше. Главное, мир Божий в вас, в вашем сердце, а не то, что там обсуждают. Например, вы постоянно встречаете людей, при разговорах с которыми теряете мир. Ограничьте встречи и разговоры с ними, хоть на время. Решение. Нужно убрать все, от чего приходит нервозность, информация, разговоры, люди. Хоть пока на время, пока вы не научитесь сохранять мир в различных ситуациях. Дары Духа Святого. Чтобы овладеть теми дарами, которые дал нам Дух Святой, мир в разуме и сердце поможет нам хорошо применять свое служение и лучше понимать Духа Святого. Это я рассказал первую запись на тему «Мир в сердце и разуме с Духом Святым». Я создал на ютубе плейлист «Мир с Духом Святым», в котором я разбираю все до мелочей. А именно, как взять, сохранить мир в разуме, семье и жизни. Остались вопросы о мире в разуме и сердце? Задай сейчас вопрос Богу, Духу Святому. Помолитесь сейчас, Он ждет. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь. Продолжение следует...